Районный центр продолжает благоустраиваться. Благодаря участию в краевой программе и софинансированию полным ходом идут работы по строительству тротуаров. На улице Шевченко его протяженность 980 метров, стоимость около 3 миллионов рублей. Благоустроенные пешеходные зоны уже успели оценить жители прилегающих домов. Теперь им удобнее будет добираться до дома, школы или места работы, не выходя на проезжую часть. Сделали тротуар и на улице Первомайской, начаты работы на улице Чехова. Параллельно укладке тротуара проводилась и замена водопроводных сетей по улицам Ворошилова, Олимпийская, Шевченко, улице Центральная, Хутора Свободной и других. Обновления коснулись и дома культуры Станицы Северской. В здании завершен ремонт кровли, ведутся внутренние работы по подшивке и утеплению потолка. Руководитель Ильского городского поселения Николай Головко и районные специалисты встретились с активом. В начале мероприятия глава отчитался о проделанной работе за текущий год. Он отметил, что за отчетный период проделана немалая работа. Отремонтированы дороги и тротуары, налажено уличное освещение, построены новые детские площадки. Уделялось большое внимание наведению санитарного порядка. Одно из главных достижений в текущем году капитальный ремонт актового зала Дома культуры на 442 места, где и прошла встреча. К отчету главы был показан фильм о деятельности администрации поселения. После его просмотра присутствующие поблагодарили Николая Головко за работу и смогли задать свои вопросы районным специалистам. Большая дата – большое дело. Жители поселка Октябрьский в честь столетия Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, а также в преддверии Дня Народного Единства высадили новые деревья на территории поселкового парка. В праздничной акции участвовали пенсионеры, школьники и актив поселения. Основание аллеи дружбы в преддверии Дня Народного Единства – факт весьма символичный, ведь, как говорят сами участники-организаторы акции, «Каждое дерево сильно своими корнями». Вот и сейчас старшее поколение, которое еще помнит, как основывался этот парк, передает эстафету поколению молодому. 4 ноября наша страна отметит один из самых молодых государственных праздников – День Народного Единства. Установлен он в честь важного события в истории России – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Подвиг Минина и Пожарского, а вместе с ними и всех жителей столицы русского государства, независимо от происхождения, положения в обществе и вероисповедания, стал примером сплоченности на все времена. Ежегодно во всех городах День Народного Единства не обходится без концертов, гуляний, спортивных мероприятий, объединяющих всех россиян. Отпразднуют 4 ноября и в нашем районе. Так в Афибском Доме культуры пройдет фестиваль «Северская радуга талантливых народов» начало в 15.00. Мошенничество. Жительница Нижегородской глубинки Лариса с детства приходит на берег реки Керженец собирать целебные травы. Знания о лекарственных растениях передали ей мама и бабушка. «Травы полежат. Они набирают более целебные свойства. И когда их уже вкладёшь в составы, они отдают всю свою благодать, которой нужна организму». Травница говорит, организм возьмёт из настойки именно то, что ему необходимо. Собранные травы Лариса несёт домой, раскладывает на чердаке вдали от солнечного света. Потом рассортирует высушенные растения и разложит по холчёвым мешочкам. В семье Ларисы травником был и отец. Он помогал людям справиться с недугами. «Это книга моего деда, не деда, а тестя, травника, который лечил людей. Вот она начата. Была 1 августа 1980 года и кончена 30 декабря 1981 года. Это одна из книг. Книг у него было очень много». Между тем, у врачей своё мнение о лечении травами. «Может быть, раньше возможность такая была – вылечить всё лекарственными препаратами. То есть травм не прибегая к лекарственным медикаментам. Но сейчас уровень экологии, я считаю, такой, что не стоит доверять только травам, которые собраны в таких условиях, как, допустим, в нашей полосе. Тут может быть и загрязнение, и радиация, и всё прочее». Впрочем, лечение травами неуклонно набирает былую популярность. Об этом свидетельствует и большое разнообразие лекарственных растений на прилавках российских аптек. Редактор субтитров А.Семкин